Фильтры в Microsoft Excel являются одним из основных инструментов. Они очень функциональны и просты в использовании. Для того, чтобы установить фильтр на таблицу Excel, становимся на заголовок таблицы, переходим во вкладку данные, нажимаем в группе сортировка фильтр кнопочку фильтр. Автоматически устанавливается фильтр на все колонки текущей таблицы. Нужно обратить внимание на то, что если мы вставим пустую колонку, то Excel будет считать эти две таблицы разными таблицами. То есть фильтр становится только на колонке первой таблицы, если мы встанем на ячейку в заголовке первой таблицы. А вторая таблица будет не фильтрована. В принципе Excel отрабатывает четко фильтрацию, но все-таки лучше избегать таких ситуаций. Поэтому если наш диапазон состоит из двух таблиц, выделяем заголовки обеих таблиц и нажимаем кнопочку фильтр. В этом случае фильтруются все таблички, также устанавливается фильтр на пустую колонку. Удаляем эту колонку. После нажатия клавиши фильтр на заголовке таблицы появляются такие вот кнопочки с уголком. Нажимая на эту кнопочку мы вызываем меню, в котором можем установить параметры фильтрации списка. Здесь есть первые строчки, это сортировка, то есть можем пересортировать нашу табличку. А дальше то, что нас интересует, именно фильтрация. Здесь в самом нижнем окошке указаны все значения, которые встречаются в колонке. То есть можем пофильтровать по конкретным значениям. Вот убираем выделить все, то есть снимаем фильтр. И выбираем какое-то определенное значение. Отмечаем его галочкой. Нажимаем клавишу ОК. И у нас отображается только та строка, в котором содержится отфильтрованное нами значение. То есть то, что мы выделили, оно отфильтровалось. Также можем отфильтровать строки, у которых содержится определенное слово или часть слова. Давайте отфильтруем все строки, у которых первые два символа являются БО. Вот болт. А мы отфильтруем первые два символа БО. Это делается с помощью текстовых фильтров. Здесь мы выбираем в текстовых фильтрах начинается С. И пишем БО. Нажимаем ОК. Все болты отфильтровались. Для снятия фильтра мы нажимаем на клавишу Фильтр. Удалить фильтр из столбца наименования. Отображаются все ячейки, которые содержатся в нашей табличке. Также можно в текстовых фильтрах сделать фильтр по части строки. Например, что у нас здесь? Вот 1 и 8. Давайте отобразим те строки, в которых содержится значение 1.8. ОК. Во всех этих строках есть символы 1.8. Также можно наложить два условия на фильтр. Опять переходим в этот текстовый фильтр. Нажимаем клавишу ИЛИ. Первое условие. Эта строка содержит значение 1.8. Или, например, используем сложный фильтр со знаками подстановки. Знаки подстановки, вот они описаны снизу. Знак вопроса обозначает один любой символ. А знак звездочка обозначает последовательность любых знаков. Давайте выберем любые строки, в которых содержится слово стартер. Если мы оставим в текущем виде, то будут выбираться только строки, в которых конкретно написано слово стартер. Но мы хотим, чтобы выбирались любые строки, в которых есть слово стартер. Поэтому перед словом стартер ставим звездочку. То есть любые символы перед словом стартер. И любые символы после слова стартер. Нажимаем ОК. Видите, по первому фильтру строка бендик стартера Cargo 1.5 не попадает, но зато она попадает по второму фильтру. То есть там, где мы выбирали стартер. Вот этот случай, болт головки Лачетти 1.8-2.0-Джейн. Но он попадает под первый параметр фильтра, потому что в нем есть значение 1.8. Мы отобрали такой список и мы теперь хотим знать, кто из этого списка есть в наличии. Поэтому переходим в колонку наличие. Снимаем галочку выделить все. И оставляем галочку в наличии. ОК. Вот, список уменьшился. Мы видим, что здесь 54 записи осталось. Все это в наличии. Далее, по третьей колонке. Мы можем посмотреть сумму. Например, нам интересно, что мы можем купить за 103 гривны. Убираем все фильтры. Оставляем 103. Нажимаем ОК. Только клапан выпускной 1.8 АМП. Если мы преобразуем колонку цены в числовые значения, в данном случае сейчас стоят текстовые значения, то мы можем формировать списки по диапазонам значений. Например, от 100 до 500 гривен. Давайте преобразуем. Сначала снимаем все фильтры. Далее, выделяем эту колонку. Убираем значение grn. Так, у нас остались только цифры. Мы их преобразовываем в формат цифры. Числовой. ОК. Теперь опять ставим фильтры. Выбираем. Допустим, начинается с... Давайте, начинается с B. Вот. У нас 33 наименования. Нам необходимо все, что есть в наличии. И цену. В цене теперь мы можем... Видим, что так как эта колонка числовая, то мы можем задавать диапазоны. Например, между. Между. Двумя стами. И пятью стами. Окей. Вот в этом диапазоне у нас выбралось четыре наименования. Еще одной интересной возможностью фильтрации является фильтрация по цвету. Допустим, во время инвентаризации мы нашли некоторые товары, количество которых не совпадает с тем, что находится в базе. Мы их отмечаем во время инвентаризации цветом. Вот эти вот. Например, этих больше по складу, а этих красным меньше по складу. После инвентаризации мы должны обработать те товары, которые не соответствуют наличию на складе. Мы их пометили разными цветами во время инвентаризации. И теперь фильтруем по этим цветам. Фильтр по цвету. Здесь у нас используется три цвета. Мы выбираем, например, недостачу. Выбрались только те наименования, по которым есть у нас недостача. Далее мы обрабатываем, ищем, наказываем. И далее меняем цвет. Например, без заливки. Опять фильтруем по цвету. И та единица, которую мы уже исправили, у нас здесь списка пропадает. Фильтр можно применять ко всем абсолютно полям таблицы. И в результате мы можем выбрать список, который максимально соответствует нашим потребностям.